Здравствуйте, друзья! Все пренепременно в Краснодарском крае дожди. На неделю передают грозовые дожди, вероятность града. Хочу показать, на какой стадии развития сейчас мой розарий. Меня просили рассказать, почему я убрала некоторые сорта роз. Честно говоря, попыталась вспомнить, о какие же я убрала. Настолько я привыкла в жизни убирать лишнее из головы. Не накапливать такую информацию. Не могу сказать, чтобы я убрала розы из-за того, что они мне не нравились, как таковые. Нравились. Например, розочка Жасмина. Она у меня просто выбивалась по форме цветоносов, по соцветиям из всего этого ряда, что на этой опоре. Здесь Эдден Роуз, Антик, Цезарь. И я убрала Жасмину, потому что цветов у нее очень много. И на розы, которые растут около нее, напротив нее, при опадании лепестков она как будто бы сорила. И обрезка мне здесь подбираться к ней было неудобно. Роза требует, конечно, очень частой подвязки периодической, так скажем, обрезки, чаще, чем остальные сорта, которые у меня здесь растут. Я заменила ее розочкой Априкот Скай. Априкот Скай. Вот это новые побеги. Маленькая, конечно, еще. Вот посмотрите, я тут себе табличек понатыкала, потому что потихонечку забываешь, забываешь, где какая роза. Это касается новых сортов роз, которые я посадила. Я о них рассказывала в осенних своих роликах. Они у меня были высажены в горшочке, так скажем, на передержку. Вот у нас снова начался дождь. Периодически, периодически идет. Розочка Антик, уже такая высокая. Тоже хорошо будет свисти в этом году. Какую я еще убрала розу? Ну, некоторые поменяла местами. Да, некоторые убрала. Вот, например, буду, то хочу убирать, то не хочу убирать розу перед вами. Розарю Мютерсон. Почему? Потому что немножко по форме куста здесь она тоже выбивается. Действительно, эта роза растет пауком. Роза прекрасная, много у нее цветов, обильная. Но я подумала, что я могу убрать ее и на ее место высадить аж три розы. Вы знаете, что у меня заокулировано много новых сортов. Новых для меня. Некоторые действительно просто новые. За которыми я буду наблюдать. И уже думать, куда какую высадить. Буду убирать чайно-гибридные срезочные розы некоторые. Вот, например, как эта. Видите, почему она меня не устраивает? Это одна-две ножки. После отцветания срезаешь и вообще ничего не остается. То есть, как бы радоваться как нечему. Хотя роза красивая, здоровая, казалось бы. Некоторые формы куста, да, не подходят. Потому что нравится роза, купил, посадил. Думаешь одно, выходит по-другому. Поэтому это зависит не всегда даже от сорта, а, так скажем, и от обрезки, и от почвы, и от ухода, от кормежки. У меня, кстати, зацвела розочка. Вот уже на дождях она плетистая. Это Глуарда Дижон, старая роза, 1853 года. Вот так она выглядит. Такая лохматая, взъерошенная. Но она мне нравится. На ней бутончики уже. Темновато, конечно, на видео сейчас смотреть. Хочу показать вам розы Кристиан Тетедой. Вот новенькая розочка. Вот она, два побега. Хорошо она пошла. Видно, что роза сама себя держать будет. А вот эта розочка Винтила. Такая вот маленькая. Она, как говорят, за нее мордой в салат. Но пока вижу, что побеги прямостоячие. А там будет видно. Собралась я ее посадить в кашпо. Но, как я убедилась по опыту, в кашпо, в нашу жару, это рисково. Рисково, конечно. Вот. Вот у меня тоже розочка Лилак срезочная. Дальше Тофи. Тофи тоже срезочная. Но Тофи более-менее кустик наращивает такой обильненький. А Лилак это две ножки. Поэтому буду думать. Уберу. Может быть нет. Хотя там я выделила ей немного места. О каких еще розах рассказать даже не знаю. Дождь начался, и меня это отвлекает. Честно, не хочется мокнуть. Поднадоел маленько. Поднадоел. Вот. Ну, в общем, что. Бутоны. Бутоны лопаются. Некоторые розочки собираются расцвести. Было бы солнце в течение недели. И какие-то бы уже зацветали. Потому что видно, как они стремятся уже показать свою прелесть всю. Вот. Холодновато, конечно, у нас. Я посмотрела. В Иркутске и то 21 градус тепла. А у нас вот градусов 13 от силы. Прошла я на другую клумбочку. Смотрите. Здесь. Там, где у меня рамблеры. Да. Вот здесь напротив клумба. Здесь у меня росла первая флорентина. Я ее убрала. Потому что посадила чуть-чуть подальше. Принявшийся черенок. Уже это кустик флорентиный на собственных корнях. Вот. Посадила вот здесь вот розочку. На собственных корнях. Тоже от черенка. Эден Роуз. Но убрала сальму эссет. Нравится мне сальму эссет. Очень обильная. Но она тоже здесь выбивалась у меня. Из общего цветения. Поскольку здесь на опоре розы более-менее одновременно цветут. А сальма эссет зацветала самой первой. И к тому моменту, когда зацветали другие розы, уже была жара. Вот. И получалось так, что она подгорала, подпекалась. Хотя так-то вот я снимала. Вроде бы как этого не видно было. Но тем не менее, мне это заметно. И казалось, ну как-то неопрятно смотрелось. Поэтому я убрала. Хотя роза ароматная, красивая. И в более прохладных регионах, думаю, она бы хорошо себя чувствовала. В конце этой клумбочки, там у меня на углу росла розочка. И смеки. Это она мне тоже нравится. Красивые цветки. Нежно-розового, фарфорного. Такого цвета. Красивой формы. Роза здоровая. Выдает массу базальных побегов. Но здесь надо было постоянно бы ее пригибать. Потому что это больше как шраб. Потом как бы роза несгибаемая. Поэтому на ее место я посадила. Вот здесь вот эта остинка. Я уже говорила, что мне надо раскопать название. Где-то там вот я углубила. Вот. Касик мешается. Касик, ну что ты пристал, а? Иди. Мама. Иди. Вот. То есть как бы закопала я прививку. И там была этикеточка с названием. Вот. Убрала. Еще одну розу. Ламида Жордан. Она быстро отцветала. Красивая. Но не такая, как в описании. Честно говоря. Не так долго держит свои цветки. На ее место я посадила Навалис. Потому что здесь я по-любому хочу эту розу. И здесь ей более комфортно будет в плане притенения. Вот. Хочу сказать большое спасибо за то, что у меня есть вот роза Алхимист. Хочу сказать большое спасибо Татьяне Сибгатулиной. Впервые несколько лет назад я увидела на ее канале эту розу. Она делала описание. Посмотрите. Бутончики уже полопались. Розочка красивая. Мне она понравилась. И вот за год она так наросла. Я уже ее не раз показывала. Я так спрячусь сейчас от дождя. Он у меня рододендрон мой. На арке жимолость. Вот. Рододендрон я показывала вам ролик. Вот он. Зайду сейчас сюда вот под навес. Потому что уже пошел дождь. Вот. Здесь у меня, кстати, в горшке клематис. Тоже с череночка посажено. Два сорта. Ну, будем смотреть. Честно, я не помню, какие. Будем смотреть. По-моему, розовый какой-то. Розовый и голубой. Может быть, розовый и фиолетовый. Вот. Так что особо много сейчас вам не расскажу. Вот изнутри как смотрятся рамблеры мои. Здесь под навесом. Вот костиель здесь прячется. Да? Скажи, мама. Кася. Мама, скажи. Кася. Все. Обиделся. Знаете, какой обидчивый. Тут у меня гортензии стоят тоже мои череночки. Вот. Один даже с цветочками. Что? Что? Кась. Ну, ну, все. Стоит присесть. Он прыгает, все. И бежит за мной хвостиком, хвостиком. Да, Касик? Вот. В общем, так. Прячусь я здесь. Прячусь. Рамблеры уже большущие. Меня тоже просили сказать сорта. Ну, давайте я таблички поставила, чтобы уже не путать. Скажу. Утигуртфоллс. Меннингтонмоу рамблер. Так, Плизантри. Ну, и Плизантри это не рамблер. Здесь у меня просто она растет. Вардбург и Таузендшон. Вот тоже, смотрите, какие бутончики. Может, какие-то, видите, лопаются. Вот. Вардбург прошлой осенью поймал у меня мучнистую росу. Здесь вот у меня синдерелла в горшке. Вот. Она уже тут третий год. Более-менее она стойкая к горшочку, так скажем. Вот. Горжусь я своей вот этой вот английской решеткой, на которой у меня рамблеры. Это будет просто вау-цветение. Вот. Не помню я уже, какие я еще розы убирала. Вот это вот плетистая Амарета. Вот второгодочка, смотрите. Вот она. Рядышком розочка. Новенькая Петахая. Вот такой у нее светлый листик красивый. Розочка Большой театр. По-другому она называется Сейчас прочитаю, скажу, что тут у меня на табличке. Мадам Апюр, не знаю. Мадам Апюр. Вот. Здесь Викториан Пич. Смотрите, какие листья огромные, да? Красивые. И розочка. Роза Мира. Глория. Да, вот еще пока стою здесь, вам хоть какую-то красоту покажу. А то все мокрое, все пасмурное. Убрала я розу Мишка. Красивый цветочек. Быстро отцветает. Я могла бы терпеть, но он у меня просто как-то неудачный. То ли саженец, то ли агротехника моя неудачная. В общем, он у меня как-то не взялся. Меняла я ему место дважды. Пересаживала. Думала, пойдет. Нет, не пошел. Не очень он хочет расти у меня. Я его убрала. Убрала я розу желтенькую, плетистую. Гольденштерн. Убрала, потому что там она у меня тоже в рядочек не вписывалась. И плюс не хотела совсем от этой розы отказываться. Я привила ее на штамп. Поэтому у меня она есть. На штампе, думаю, будет более симпатично смотреться. Вот. Еще раз покажу поближе вам. Пурпуреум элеганс. Много этих рододендронов. Виды, подвиды. Иногда даже сами питомники путают названия. Но я вроде бы как убедилась, что это он. Есть еще Пурпуреум розовым. Пурпуреум элеганс. Да, вот они похожи. Но этот Пурпуреум элеганс, он вроде бы как по сиреневе, по фиолетове. А розовым, естественно, розовый. Вот сейчас уж не вспомню, от какой-то я еще розы отказалась. У меня, кстати, вот штамбик. Штамбовая розочка. Привитая на шиповник, который вылез вместо розы. Этому штамбику четвертый год. Вот здесь синдерелла розочка тоже. Кстати, как штамбовая, очень хорошо смотрится. Очень нежно. Вот тоже еще гортензии у меня уже отцветают. Эти гортензии в горшках ждут своего места. Те, которые в открытом грунте. Некоторые уже на бутончиках. Некоторые соцветия выйдут попозже. Но я так заглядывала, видела, что они все-таки будут. Они где-то там, малюсенькие совсем. А вот это, смотрите, какие цветки крупные. Видите? Очень крупные цветочки. Такие шапочки. Тоже надо будет сделать таблички на эти гортензии. Потому как так уж я не вспомню. Вообще у меня было и по две розочки одного и того же сорта. Поэтому я место освободила. Немножко себе под новые сорта. И поубирала. Потом было у меня два-три пересорта. Непланируемые мной розы я тоже убрала. Для меня они показались. Я уже не помню, какие. Мне показались они очень простенькими. И поэтому, может быть, я их убирала. Вот мое французское платье. Не очень-то она у меня пока активно развивается. Есть побеги новенькие. Но они тонкие. Это японочка. Но цветение будет. Вот одна ветка лежит. Я ее не поднимала. Она все равно после цветения. Вот они, веточки тоненькие. Там бутончики на них есть. Я их просто буду потом обрезать. Поэтому не трогаю. Некоторые я завела себе розы. Флорибундочки. Вернее, спреевые розочки. Аллегрия Нидерланды. Ну, такие желтые, оранжевые пятнышки. Хочу себе. Эптайт. Было у меня два кустика. Я оставила один, чтобы освободить место. Вот Каралуну сюда посадила. Если я не перепутала табличку. Вот. Посадила я вот здесь вот тоже. Они друг с дружкой рядышком. Три сорта розы разные. И вот новая у меня Лавли Лидия. Это Сан-Сити розочка. Вот это вот. Вот такие побеги она мне в этом году дала. Большие. Поли Рояль потихонечку растет. Еще нет базальников. Но вот это на арку у меня попытка номер три. Точнее, третий сорт, который я пробую на арку. Сначала это был пересорт. Потом поменены этикетки перепутанные второй раз. То есть и теперь уже третий. Это Поли Рояль. Я уже убедилась в прошлом году цветением этой розы. Так, здесь у меня на этом месте в прошлом году росла роза. Я надеялась, что это будет замок черники. Но это оказался пересорт. Какая-то другая белая роза. Я ее тоже убрала. И на ее место посадила именно замок черники. Это подарок был от Светланы из питомника. Она знала, что я хотела эту розочку. И на 8 марта мне прислала Светочка замок черники. Вот она у меня первый год будет. У нее 4 бутончика есть. Здесь Country Spirit Song. Теперь, видите, могу смело говорить вам название, потому что таблички повтыкала. И в прошлом году я покупала себе шалфей дубравный. Один розового цвета, один фиолетового. И этот кустик разросся. Я как-то даже спрашивала у вас, как же его размножить. Мне кто-то говорил, что семена он сеет. И можно потом собрать новые всходы и рассадить. Были такие, но в нашу жару они как-то потом не прижились. А вот обрезала шалфей и уложила вот так вдоль эти веточки. Прямо положила и присыпала. Из почек пошли ростки. Вот видите, это все получается шалфейчик у меня вот таким образом разрастается. Вот здесь тоже. И как только эти кустики окрепнут, я их уже буду рассаживать осенью именно по розарию. Какие еще сорта я куда посадила, я думаю, что сейчас бесполезно говорить. Я лучше вам покажу, когда они зацветут. Хочу еще показать. Вот проходила и не похвасталась. Какие бутончики полопались. Вот терра лимбурджия. Смотрите, очень мне понравилась эта розочка. Она у меня второй год. Я видела, что она растет большим кустом. Вот тут мыльнянка ее подсвечивает. Смотрите, какая замечательная травка. Вот цветущая. Они у меня как и защита от солнца растут. Кое-где рассаживаю. В общем, смотрите, терра лимбурджия в этом году уже более крупный цветочек будет. Очень мне понравилась эта роза. Прям очень. Не выгорает. Отличная. И хочу показать вот новиночку еще у меня. Мэджик Вовузела. Два побега всего. Вот один красненький тут еще идет. Тоже тут, видите, мыльняночка растет. Смотрите, какой бутон. Бутон. Вот он какой. Вот он. Красавчик. Я понимаю, что нужно его отломать, но я хочу просто убедиться в сорте. Мэджик Вовузела. Вот моя незнакомка красная. Мне многие, спасибо вам большое, говорят название. Но я все-таки не останавливаюсь на ваших решениях о том, какой это сорт розы. Потому что очень много красных роз. Сейчас камера цвет красный не четко передает. Бутоны практически все время разные какие-то. Поэтому я не говорю о том, какой это сорт. Но вот тоже бутончик лопнул. Уже есть. Вот. Ну, все равно спрашиваю. Но какой это сорт, не знаю. Мерхин Заубр. Вот розочка. Это, получается, второй сезон ей будет. Кустик очень хорошо развивается. Пока неравномерно. Потому что это второй сезон. Кардинально была обрезана. Вот. Но я знаю, что она очень аккуратным таким шариком растет. Вот. Будем наблюдать. Вот у меня маленький саженец Энн Хендерсон. Это вот из новиночек. И вот эта вот розочка. Вот эта я сейчас туда не подлезу. Это роза Ча-Ча. Она у меня дала какой-то некондиционный цветочек в том году. Это выненченная роза была от Элит. Ну, видимо, побег, вернее, как корневая, а примершая была. Сейчас вот обойду. Вот. Я говорила, что я возрождала розу с препаратом Этамон. Очень хорошо развивает корневую систему, всасывающую корни. Вот. Это вот так она у меня поднаросла. Видите, сколько новых побегов. Я очень этому рада. И вот розочка. Здесь не видно, конечно, не особо видно ее развитие. Это плетистая розочка. Лавандовый букет. Вот его побег. Смотрите, это плетистая роза. Вот его побег новенький. Это тоже самое было с корневой этого саженца и тоже выненчила. То есть вот чача и лавандовый букет. Да. Я рада, что они у меня сохранились. То, что лавандовый букет, это точно. Потому что он у меня цвел несколькими цветками. Даже в прошлом году. Смотрите, какой побег замечательный. Вот. Надо будет тоже опору поставить, палочку какую-то подвязать. Ну, пока так-то не спешу особо. А вот насчет розы чача надо будет мне еще удостовериться. Потому что в прошлом году был, ну, действительно корявый цветочек некондиционный какой-то. И не порадовал меня. Ну, слава богу, выжил. Здесь еще новые розочки из горшков. Амур де мален. У меня был за нее ролик. Вот он, саженец какой. Выжил все. Так, Эшли. Вот Эшли, вот его. Три, вот четвертый побег. Вот пока хорошо развивается. Вот та розочка. Надо будет тоже этикеточку откопать. Испанский танец. Вот она, роза. Новенький. Это я вам из новых называю. Просто, чтобы, если кому интересны эти сорта, можно будет подсмотреть потом за их развитием. Роза Маниту. Ну, Априкот Скай, я вам говорила, это роза Маниту. А это розочка Женевьев Арси. Маленький. Был очень коротко обрезан для того, чтобы пошли более толстые побеги. Но пока они не совсем толстые. Ну, довольно-таки, так скажем, уверенные. Эта розочка была пересажена у меня вот с того угла. В том углу я посадила. Потому что Женевьев Арси пониже. А вот эта вот розочка шла с Ойтин. Видите уголочки? Я ее сюда посадила, потому что она будет повыше. Очень обильная, много побегов. Хорошая роза, красивая. И Лаваглюд. Да. Лаваглюд 1978 года. Сорт старый. Но это очень стойкий сорт к нашей жаре. Постоянно, можно сказать, цветущий. Обильный. В две, в три волны. Вот у меня, кстати, клематис, видите, зацвел. Вот, цветки очень большие. Я просто туда не дотянусь. Роза Пачули. Роза Пачули. Тоже она срезочная. Мне не нравятся ее ножки. Но она здесь с краю. Места много она не займет. Поэтому только я ее держу. И очень люблю ее. Она красивая. За ней я посадила колору Фьюпитер японочка. Вот она. Тоже хорошо дала она мне побеги. Уже с бутонами все. Пока тонкие побежки. Здесь Сандра Ренессанс. Сандра Ренессанс. Вот она. Мне просто, я от нее в восторге, от того, сколько цветок держался, не выгорал в прошлом году. Это, получается, ее второй сезон. Рядышком плетистая. Вот ее побег. Здесь у меня немножечко все это в травках, в красивых, да, таких вот цветущих. Это Индигалета. Индигалета мне тоже понравилась, как она держит цветок. В первую волну цветения. Вот ее побеги. Вот два побега, две ножки. Ну, в общем-то, так и все, да. Ну, какие-то я вам не назвала. Это Фредерик Мистраль. Вот он у меня спрятался. Вот надо будет после дожди тоже. Ян Клюци даст, тут улегся. Надо будет его подвязать с клематисом. Видите? Срезала клематисы под корень осенью. Хотела весной пересадить, разделить, пересадить. Но решила оставить. Во-первых, дожди не давали. Во-вторых, думаю, решила оставить еще раз попробовать. А вдруг... А вдруг... У меня получится в этом сезоне сделать так, чтобы листья не покоричневели. Если не ошибаюсь, в прошлом году у меня зацвела розочка первая Мюрхензаубер. А в этом году Глуар де Дижон. Вот еще некоторые распускающиеся цветочки. Папидельбар. И напоследок, перед прощанием, до следующего видео, снова сделаю акцент на своем рододендроне. Стоило только закончиться дождю. Запели птицы. Вот. В душе повеселело. Надежды на то, что розы не подхватят наши популярные болячки. Такие, как мучнистая роса. Друзья мои, я с вами на этом попрощаюсь. До новых встреч. Увидимся пренепременно.